доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха старое самопознание с вами наталья и сегодня предлагаю разобрать тему как вы влияете на загаданного человека настраивайтесь на расклад вариант будет один посмотрим ситуацию между вами в каких энергиях вы находитесь относительно друг друга и раскроем наш основной вопрос и так ситуация между вами ситуация между вами какой-то разговор оставил очень сильный отпечаток и этот разговор мог как раз таки стать камнем преткновения между вами камнем преткновения между вами здесь у вас могли быть такие легкие отношения могло конечно казаться что вроде бы все серьезно но мы старались быть друг другу опорой поддержкой как бы понимаем но понимаете тут идет немножко все как-то играючи такое ощущение и и мы все прекрасно знаем что рано или поздно игра может завершаться не совсем хорошо то есть кому-то играть надоедает да кто-то чувствует что проигрывает нам как всем известно проигрывать никогда никому не хочется да смотрите тут конечно мне могут сегодня девочки смотреть кто находится в паре с этим человеком муж и жена либо просто вы встречались да давайте так для всех наверное так не хочу все перечислять наверное будет подходить для любого формата я стараюсь все равно открывать каждый формат что карты говорят в тех или иных ситуациях на данный момент состоялся действительно какой-то разговор неприятный разговор внезапный разговор девочки вы по этому поводу переживаете здесь мужчине все равно давайте так мужчине как бы все тринь трава почему-то но тем не менее ему хочется вам где-то доказать что он прав а вы нет вам тоже хочется доказать этому человеку что вы правы а он не прав могли сказать в горяча с горяча какие-то не очень лицеприятные друг другу фразы вот смотрите если мужчина допустим как-то не среагировал то есть его реакция а вы девочки очень сильно отреагировали ли на какие-то его высказывания он до сих пор допустим к примеру может ну как бы считать что вы вроде бы как бы вместе но на самом деле нет на самом деле нет и он кстати начинает где-то тоже догадываться что между вами происходит что-то не совсем лицеприятные и по этому поводу безусловно начинает себя накручивать из лица но неужели она не понимает ну допустим к примеру да неужели она не понимает что это была всего лишь шутка и он на это действительно может сердиться вы на него сердитесь по определенным своим причинам а он на вас может сердиться тоже по-своему конфликт не показывает конфликт этот конфликт на наступил внезапно еще раз повторюсь да нежданно негаданно в каких энергиях находитесь вы относительно загаданного человека в каких энергиях находитесь вы относительно загаданного человека знаете как здесь еще тоже может проиграться вам пришла новость по поводу этого человека что он мог быть ну я не знаю там с кем-то идти за ручку к примеру да с кем-то обниматься совершенно с другой женщины здесь ревность еще может быть то есть вы ему могли сказать что вот тебя видели или я тебя сама видела или там вы что-то нашли в телефоне ну или какие-то другие между вами могли произойти ситуации но в любом случае здесь произошел очень такой серьезный конфликт ему кажется что это все глупости вот ваши какие-то там размышления умозаключения а вам а у вас прям тут страхи переживания понимаете и сразу мыслей ворох у вас это я какая-то не такая это у меня что-то не так тут тут на накручиваете на самом деле ситуацию может идти и действительно там особо вашего загаданного человека ничего такого и не было ну к примеру да а вы могли это уже раздуть дом условно до масштабов слоника либо слона в каких энергиях находитесь вы относительно загаданного человека каких энергиях находитесь вы но у вас сейчас идет стагнация вы замолчали вы замолчали конечно у вас все равно трепет чувство влюбленность по отношению к этому человеку есть он для вас все равно значимый он для вас в какой-то степени даже авторитетный может быть конечно он и занимает хорошую должность и либо социуме такой в принципе яркий мужчина известный мужчина но каким бы он там не был для вас он пока превращается в некую такую пустоту каким бы не был для кого-то либо либо для чего-то вы сейчас больше находитесь в таком состоянии размышления опять много мыслей у вас девочки общение я прямо такового вот сейчас уже не вижу да то есть нужно чтобы вот этот вот пыл горячность прошла нужно во всем разобраться нужно все проанализировать и как я всегда говорю в четверка мечей она все равно говорит о том что вы к чему-то готовитесь возможно готовитесь опять-таки к очередному разговору с этим человеком но нету у вас стопроцентной уверенности что этот разговор будет вашу пользу давайте так такое ощущение да то есть у вас все равно есть свое убеждение у вас есть возможно факты безусловно да если к примеру действительно там мужчина позволяет себе там лайкать кого-то в соцсетях либо он действительно там с кем-то может поулыбаться пошушукаться пообниматься ну конечно для вас это будет неприемлемо в любом случае видите а ему а ему может казаться что это как вроде бы и в порядке вещей но это же не серьезно это шутка понимаете но там может быть далеко и не шутка кстати там там где-то там а вам безусловно больно безусловно в каких энергиях находится загаданный человек относительно вас в каких энергиях находится загаданный человек относительно вас а ему по-моему вообще все тринь трава девочки а нет не тринь трава нет еще это два старших аркана вот смотрите здесь все равно как я ранее озвучила ваши отношения они могли быть ну такими такими знаете вроде бы серьезными и в то же время как-то поверхностно и вот сейчас у него такое состояние когда их жалко колесо фортуны перевернулась да их жалком но не наслаждаюсь я больше вот этим праздником жизни вы безусловно та женщина которая его бодрила вы вы та женщина которая действительно рядом с вами хотелось улыбаться хорошо себя чувствовать беззаботно легко но сейчас этого вот все-таки состояние у него вашу сторону нет понимаете как нету все зависло все подвисло вы молчите он молчит и здесь человек может сетовать на судьбу что когда-нибудь может быть все вернется на круги своя опять легкость опять беспечность вы не будете никаких претензий ему озвучивать не будете нагнетать обстановку ну и так далее не будете ему устраивать сцены ревности к примеру то есть как-то вот как-то вот хочется безусловно ему хочется праздника жизни с вами но пока нет вы не согласны на такой формат от отношений если девочки вы смотрите на своего супруга здесь человек все равно убежден рано или поздно все встанет на место все будет хорошо все будет замечательно все будет прекрасно нужно только время 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 лечит она понакручивать себя возможно у вас уже не первый раз такая ситуация не обязательно конечно здесь тут ревность может быть тут может быть и спор допустим произошел на тему детей к примеру воспитание детей запросто много разных жизненных ситуаций тут могло произойти между вами карты здесь показывают много если допустим девочки мужчина был немножко в нетрезвом состоянии то тоже такая информация может идти а вы ему допустим к примеру тогда когда он был нетрезвым озвучили что-то ну так сказать в попыхах да не подумав то здесь человек как говорится мог дать сдачи я надеюсь здесь рука рукоприкладства не было я на это очень надеюсь девочки потому что здесь могу произойти и понимаете он вот это все он вот это все как бы может с легкостью воспринимать но все-таки да если действительно здесь мужчина поднял на вас руку то конечно здесь он может чувствовать за собой вот эту вину и ему хотелось бы тогда вернуть все назад как бы и не совершать того что было опять я не могу здесь сказать что прям человек тут прям будет полностью брать на себя вину понимаете какая будет реплика не надо было мне допустим трогать когда я в нетрезвом состоянии ну ты же видела то есть он еще и вас виноваты может делать то есть это бы его спровоцировали понимаете какая суть поэтому тут интересная такая ситуация может быть итак смотрим теперь дам как вы на него влияете как вы на него влияете как вы на него влияете вы девочки конечно в его сторону направляете очень много эмоций вы действительно его можете любить но это какая-то тоже своеобразная любовь че честно говоря немножко странная немножко странная любовь здесь любовь она такая знаете там основа будет страх у каждого девочки там страх будет свой но как карты показывают так я и описываю да вот смотрите вы конечно его где-то умиротворяете вы его где-то наполняете вы его где-то даже оберегаете являетесь таким ангелом хранители хранителем но дело в том что вот это ваша проявленность по отношению к этому человеку она ничего не дает она наоборот только запутывает все взаимоотношения между вами только путает его путает понимаете вы сами можете запутаться да что это за такая за любовь к этому человеку что за притяжение что за импульс что за страсть непонятное и у него происходит внутри путаница с одной стороны ему с вами хорошо спокойно а с другой стороны как будто бы вроде бы ему этого ничего и не надо то ли вы его слишком расслабляете знаете еще такая информация идет это знаете так как все-таки выходишь с вашей стороны восьмерка жезлов вы женщина будете наверное такая активная прям энергичная работоспособная умеете в принципе взаимодействовать коммуницировать с многими людьми такая деятельная многозадачная и возможно вот этот вот ваш внутренний импульс он дает некое послабление этому человеку и он может предполагать что ну вот она двигается хорошо она за меня все сделает а я пока ну вот а чем не а чем не заниматься тогда такое ощущение как будто человек особо себя не видит понимаете с ним с его стороны выходит тоже шу дурак вот здесь вот у него будут возможно такие такое внутреннее ощущение а куда мне идти чем мне заниматься понятное дело что возможно человек там где-то работает на основной работе и так далее но он это не воспринимать может воспринимать вообще не серьезно а я мог бы еще что то другое допустим к примеру да а что вопрос что потому что вот здесь вот все равно шут дурак там нету еще условно никого то есть нету гендерного такого понимания я я вообще кто чем я должен какой деятельности мне надо заниматься мужской или женской тут это понятно что на на более тонком таком плане но все равно мужчина будет задавать себе такой вопрос а чем я еще могу заниматься или что я еще могу делать и он реально может всю жизнь ну простите выезжать за счет родных и близких они ему поддержат они ему там дадут то что надо то что ему требуется здесь все равно у человека идет какое-то немножко такое лайтовое отношение к жизни то есть как но кстати вот такие люди им может ввести да еще с его стороны вышел к вышло колесо фортуны этим людям действительно может как бы часто улыбаться удача может но сильно особо напрягаться эти люди все равно не будут ну дадут вот знаете как на халяву вот тут что-то такое идет и поэтому ну вы вкладываетесь и вы его где-то там исцеляете вы его лечите своей любовью кстати но такое ощущение что вы больше наносите ему как личности вред вот такое ощущение потому что человек ну в тупике находится а мне ничего не хочется я вообще не понимаю что надо как надо девочки простите ну тут реально такая информация идет кому не подходит пожалуйста не смотрите если вы прям чувствуете что мужчину там ух и он рвется как говорится в бой вы его стимулируете здесь немножко не про то а как он давайте так а как он считает как вы на него влияете а как он считает как вы на него влияете как он сам считает ух какой аркан судьбоносный ну интересно очень интересно как вы на него влияете его мнение если вы допустим семейная пара то он может считать девочки что вы его отделяете по-другому это сказать не могу что вы отделяете его от семейного эгрегора то есть вы его отдаляете от родных и близких а и для него это очень тяжело вот смотрите если вы хотите допустим к примеру что человек чтобы человек был действительно самостоятельным умеющим принимать решения вы стремитесь он считает что вы наоборот создаете для него вред вы как-то влияете на него что ему тут тяжко отказаться от родных и близких он не хочет от них отдаляться понимаете а вы его словно вынуждаете он не хочет ему это больно он весь израненный и сколты он никакой никаком в таком состоянии будет двигаться там например без мамы без папы там без сестры без брата ну и так далее понимаете тут тут такое ощущение что человек еще не прошу вот эту сепарацию и ему сложно будет отделиться от родительско-детских взаимоотношений вы на него плохо влияете он так считает смотрите здесь еще какая информация идет он может девочки на вас злиться потому что если бы допустим вы когда-то не встретились бы у него вообще жизнь могла бы сложиться по-другому иначе вообще по-другому как будто бы вы остановили его какой-то рост вот вашей любовью вы действительно вы его расслабили девочки и действительно здесь мужчина сам может чувствовать что он уже не сможет взять бразды правления в свои руки потому что время ушло время ушло у него когда-то где-то ну будем говорить на каком-то этапе его взросления зародилась некая идея фикс ну допустим примеру он должен был стать я не знаю там супер крутым инженером либо он мог стать я не знаю там артистом понимаете а тогда когда человек с вами объединился там образовалась семья во возможно рождение детей да и все его желание все его стремления они канули в лету то есть года идут а он не может вырваться из этого быта тут немножко так я скажу да и он действительно может чувствовать себя нереализованным и поэтому вообще человеку будет все пофиг и поэтому он будет хотеть жить на лайте и ответственность ни за что он брать не захочет ну потому что куда уже как говорится двигаться девочки неважно сколько ему лет вы не дали ему вы не дали ему какого-то его собственного движения и возможно еще какой момент как вы влияете на этого человека у вас совершенно разные цели по жизни вы скорее всего особо как правильно сказать вы не нашли еще ту цель которая должна вас объединить да вы встретились по судьбе да возможно это какая-то это какой-то кармический узел непонятное дело что он так себе не говорит необходимо было себя поменять кардинально но только здесь мужчина поменялся ну как бы исходя из тех карт которые девочки я вижу здесь у мужчины как такового прям крутого роста нет поймите правильно он очень будет зависим вот еще раз повторюсь от родных и близких да даже если мы не говорим о маме папе там могут быть я не знаю друзья однокашники одноклассники понимаете вот к примеру стоит может допустим стоять такой вопрос давай переедем жить другой город он или там другой район или там куда куда-то еще в другое поселение да скорее всего здесь человек будет отказываться потому что кому я там нужен там нету моих друзей кому я там нужен здесь мужчина запутанный он где-то себя потерял на каком-то этапе ну действительно девочки осознанности взросления и это условно в 18 лет грубо говоря когда мы переходим в этом возрасте уже самостоятельность вот тотальную самостоятельность надеюсь скорее всего человек человек не смог перейти этот барьер он так остался где-то так в каком-то таком подростковом возрасте к сожалению как вам быть тут и тут интересно если вы находите вот смотрите еще какой момент если вы находитесь у многоугольники допустим к примеру разные живые в разных ситуациях находитесь если вы находитесь многоугольники вот здесь вот вот здесь ему девочки действительно с вами классно и мы действительно с вами кайфово но это путь в никуда здесь могут быть обязательства и они его убивают эти обязательства потому что человек не может взять курс на ваши взаимоотношения это он и это его злит и с вами он будет ссориться ругаться потому что но он не может поступить по-другому иначе и это его убивает но понятно не не в прямом смысле этого слова но внутри человек он действительно поражен и вот это поражение кстати по аркану умеренность оно у него может длиться уже длительный период времени возможно человек не предполагал что он сможет влюбиться искренне чисто вас потому что видите тоже еще шо дурак там же чистота там кристальная чистота и еще с десятка кубков да во возможно это где-то не серьезно но там то чувство искренне понимаете чем речь это я сейчас говорю про многоугольники и здесь у человека вот это чувство оно не может перерасти вот именно в нечто большее он не может себе этого позволить да вы для него роковая женщина судьбоносная женщина но путь в будущее с вами пути будущего с вами нет поэтому между вами еще раз повторюсь могут быть неприятные разговоры он может вас не был не выбирать вести себя немножко ну пофигистически да но и сам же себя потом загоняет в жертву понимаете как и сам же потом от этого страдает и его накрывает периодически и очень сильно накрывает потому что он к примеру любит вас искренне но дальше он не может быть с вами и это мучение десятка мечей это очень сложно он бы рад девочки освободиться от той боли которая у него внутри а не получается или допустим к примеру я ранее озвучивала что здесь мужчина может рукоприкладством заниматься понимаете он себя винит что он так поступает ему ой как больно внутри но он ничего с этим поделать не может со своим вот внутренним внутренним состоянием он находится как бы в жертве жертва от своих же собственных привычек и от помутнения разума неосознанность то есть что творю не понимаю что творю я не говорю девочки вам его жалеть ни в коем случае это его проработка здесь человек должен сам самостоятельно в себе разобраться и бывают женщины которые уговаривают своих мужчин чтобы ну как бы они как-то изменились пошли там я не знаю там какие-то прошивки ну чтобы от алкоголя избавиться ну что-то такое там происходит но пока человек сам не захочет вы это прекрасно знаете это бесполезно будет его куда-то тащить ну вот бесполезно и он сам не рад что он и вам жизнь портит и себе мне вот хочется здесь немножечко девочки под раскрыть по его давайте так по его мнению какая должна была бы быть ваша общая цель вот по его мнению какая должна быть ваша общая цель по его мнению ну вот двойка чаш вот прям на одной волне дышали друг другом вдохновлялись друг другом поддерживали друг друга понимаете это возможно у вас было но чтобы чтобы это еще с каждым днем укреплялось становилось сильнее крепче это знаете как дерево растет посадили молодой саженец а через много-много лет там уже выросло огромное дерево с необъятной кроной понимаете вот так ему надо чтобы вот поддержка ваша поддержка это все вы даете эту поддержку но видите как ему то тоже нужно быть львом да ему тоже нужно рычать а вы возможно его совсем девчонки расслабляете и он не понимает он возможно уже забыл как это мяукнуть то простите не то что зарычать попробуйте ну вот кому нужно да попробуйте здесь о а у меня такая фраза девочки сейчас пришла на ум попробуйте тоже рыкнуть ну простите но не сразу громко не надо громко не надо как то вот потихонечку сначала показать ему что «Ты мужчина, ну давай рычи, защищай меня». Но это, девочки, всё с любовью. Исключительно всё с любовью. Общая цель. Чтобы и вы, и он хотели жить только в согласии, только вместе. Всё вместе. Но мужские дела и женские дела, всё равно, они должны друг от друга отличаться. Чтобы вы не внедрялись в мужские дела, условно, прибить гвоздь, а он не внедрялся в женские дела, пришить пуговицу. Понимаете как? Вы мне, конечно, можете сказать, Наталья, да он вообще пуговицы... Ой, то есть, ну... Чё там? Пуговицы он и не пришивает. Я всё сама делаю. Девочки, ищите. В каждой паре всё равно есть что-то, где вы, ну, условно, поменялись местами. Конфликт. У вас много страхов, у вас много переживаний. Вот постарайтесь избавиться сначала от своих страхов. Вот как только вы от них избавитесь, тут, скорее всего, вот эта вот несерьёзность у него будет уходить. Понимаете как? И здесь могут быть действительно хорошие шансы для того, чтобы, ну, прям быть одним и единым целым. Сила. Сила. И здесь, конечно, тоже очень важно, это интимная жизнь. Здесь тоже это очень важно. Прям на... Ищите где-то вот золотую середину, не знаю. Интимная жизнь здесь очень важна. Ну, давайте вам ещё возьмём подсказку, совет. На что вам нужно всё-таки сейчас обратить своё внимание? Вы в размышлениях, вы в раздумьях. На что вам нужно сейчас обратить своё внимание? Давайте так. Если вы окончательно решаете выйти из отношений, взвесьте всё очень хорошо. Да, возможно, будет не очень, ну, как бы, приятно эмоционально. Но есть такая фраза, уходя, уходи. Вот если решили, девочки, выйти из отношений, просто берите и уходите. Как бы больно ни было, берите и уходите. Если всё-таки вы намерены с этим человеком быть вместе, тогда постарайтесь сама, самостоятельно начать пробираться на свой новый уровень. Вам нужно хотя бы вот войти в состояние перехода. Я ещё раз, девочки, озвучила. В первую очередь нужно обратить внимание на свои страхи, комплексы, зажатость. Где у вас это просвечивается, прослеживается, видится. И от этого нужно избавиться. Потому что у вас здесь паника. Вы же не просто идёте так в конфронтацию с этим человеком по импульсу. Вы же защищаетесь. А защищаетесь почему? Можете, кстати, нападать на этого человека. Почему? Потому что есть внутри страхи. Поэтому вам нужно всё-таки, девчонки, осознанно начинать переходить совершенно на другой уровень. На другой уровень. Хватит играться. Вот с чего я начала. Двойка пентаклей – это всё равно игра. Это мы балансируем туда-сюда-обратно. Стабильности нет. Стабилизируйте, пожалуйста, себя. Прекратите играть. Находите себя истинную, какая вы есть реально. По природе своей рождённая мамой, папой. И тогда, скорее всего, ваш король пентаклей, девчонки, он проснётся. И действительно, вы почувствуете с ним себя, как за каменной стеной. Король пентаклей на это способен. Он будет стараться, он будет зарабатывать, он будет обеспечивать, он будет делать всё-всё-всё то, что нужно для пары. Ну, такой, девочки, получился расклад. Подпишите, пожалуйста, в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. Предлагайте, пожалуйста, свои темы. Ну, какие-то только более серьёзные, да, не про как поживает бывшая моего мужчины. Да, как бы эта тема, интересно было её раскрыть, но всё же, да, интересуйтесь больше, наверное, своей жизнью. Ну, это моё личное мнение, что лучше интересоваться, что там у нас внутри, что лично со мной, что с моим мужчиной происходит, но никак уже не третьего лица. Ну, как бы, это моё мнение. У вас, конечно, своё будет мнение. Поэтому, в принципе, пишите. Если прям будет подтверждение каких-то вот таких подобных тем, про бывших женщин, вашего мужчины спрашивать, я, конечно, буду это рассматривать. Ну, зачем-то это надо же, правда? Всего доброго и до новых видео.